Друзья, всем привет! Сегодня мы начнем подготавливать к запуску вот этот вот небольшой двухконтурный турбореактивный двигатель. Максимальной взлетной тягой 1500 килограмм. Видите, какие здесь титановые лопатки. Движок от пассажирского самолета Як-40. Запустить такого монстра весьма и весьма непросто. Даже знаете, что придется сделать? Придется присоединять здесь точно так же, как в самолете. А в самолете для запуска этого двигателя используется еще один турбореактивный двигатель. Вот в этом и вся загвоздка. Чтобы его запустить, нужно предварительно научиться запускать пускач. Пускач тоже довольно-таки большой. Он примерно вот таких размеров, как вот этот наш любимый АИ-8 толстяк. Ну и раз уж я здесь в этом помещении, я вам так по-быстрому на пальцах расскажу, как он запускается. Нужно иметь всего лишь три вещи. Собственно сам турбореактивный двигатель маршевый плюс вспомогательную силовую установку, которая вырабатывает воздуха 0,4 кубометров в секунду. И давление до 3 атмосфер. И центральное звено это вот этот воздушный стартер. Небольшим ВСУ мы, собственно, вот сюда подаем тот самый воздух. А с этой стороны у нас есть муфта, которая подключается к двигателю. Подключается не сюда, а с другой стороны. Но я не могу долезть немножко, ребята, показать. Тут с одной стороны генератор должен быть вот здесь как раз таки. А с той стороны наш воздушный стартер. У него мощность, вот он такой вот, видите, небольшой. А мощность у него 30 лошадиных сил. Воздушный стартер я уже показывал на канале. Кому интересно, оставлю ссылку в описании. Ну а сейчас мы идем рассматривать ВСУ и будем предпринимать меры по его запуску. Вот он, пусковой газотурбинный двигатель АИ-9. Красавчик, не правда ли, друзья? Первоначально нам нужно пускать его. Для этого придется подключить все как положено. Все системы запуска, все кнопки, всю проводку повторить точно так же, как это сделано в самолете. Я думаю, вам такое должно понравиться. Но при данном подключении есть одна опасность. Если что-то сделать не так, движок может пойти в разнос. Ибо все работает в автомате и он будет раскручиваться сразу на максимальную мощность. Существует более крутая модификация, у которой вместо электростартера установлен стартер-генератор. ВСУ еще и электричество может вырабатывать. Но у нас чисто воздушная тема. Чисто гигантский компрессор примерно на 25-30 тысяч литров в минуту. Турбина раскручивается до 38 тысяч оборотов в минуту. И всех, как всегда, интересует расход топлива. Расход здесь в принципе небольшой. Топливо подается и регулируется вот этим насосным агрегатом в количестве 75 килограмм в час. Самое сладкое в этом двигателе то, что наконец-таки он полностью работоспособный. Все мои двигатели приходилось запускать с закрытыми глазами, потому что они фактически были все утильные. Все разбирались до меня. Все были то со ржавыми подшипниками, то с потерянной балансировкой после разборки. Здесь же все должно быть очень круто в этом плане, потому что на него есть даже формуляр. В формуляре написано, что из двух с половиной либо из трех тысяч запусков, я уже точно не помню, выработано всего 500 пусков. Остальные можно производить даже на самолете. Вот такая крутотень, ребята. Единственный косяк, который здесь был, я устранил. Обратите внимание на эту супер сварку. Это уже я постарался. При транспортировках его брызнули от пол. Вот эта нижняя часть и он этим краном вдавился в бак масляный. И видите, что произошло. Была трещина. Я эту трещину ликвидировал успешно и уже даже в баке залито масло. Уже, так сказать, готово к запускам. Так, ладно, давайте теперь немножечко я вам расскажу, что здесь к чему. Так сказать, в общеобразовательных целях. Газотурбинный двигатель имеет следующие особенности. Собственно, сам агрегат начинается вот здесь. Под этим кожухом располагается крыльчатка компрессора. А заканчивается он вот здесь, потому что это уже идет сопло и, собственно, можете увидеть, как глубоко располагается внутри турбина и как глубоко находится компрессорная крыльчатка. Так что вот сам агрегат он от сих до сих. Это такой некий толстяк. В ширину он больше, чем в длину. Он шарообразного круглого типа. У него 8 форсунок для подачи основного топлива. Также есть пусковая форсунка. Пусковая форсунка, как обычно, объединяется со свечой. Видите, очень легко все понять. Идем по проводу дальше и смотрим, откуда идет у нас высокое напряжение. Вот он модуль КР12СИ, который вырабатывает, собственно, напряжение на свечу. И опять же, если пойдем дальше по цепи, увидим, как его запитывать. Вот на этот провод подаем 27 вольт и у нас сразу же начнет вырабатываться искра. Вот эта круглая коричневая штука представляет из себя алюминиевый масляный бак. Заливается всего лишь 2 литра масла. Кстати, ВСУ не особо долго может работать. У нее всего лишь три цикла запуска маршевого двигателя. Далее нужно отдыхать ему. Не знаю, с чем это связано. Скорее всего, по моим прикидкам, по моим догадкам, как раз таки с емкостью масла и с тем, что это масло здесь фактически никак не охлаждается. То есть если бы внутри проходил теплообменник, чтобы подаваемое топливо свежее охлаждало одновременно масло, думаю, все было бы сильно лучше и ВСУ могла бы долго работать, если бы было масляное охлаждение. Может быть мы еще добавим такую функцию и он у нас будет охлаждаться. Посмотрим, пока нам бы хоть как-то его вообще просто запустить, чтобы он работал и не перепаскудить. В центре, как всегда, электростартер. Такой и на турбостартере и на i8. То есть используется повсеместно. Он раскручивает ротор примерно до 18-20 тысяч оборотов, после чего отключается. Там внутри есть контактная группа, которая либо его отключает, либо автоматика, не дожидаясь пока он сам отключится, отключает электростартер. То есть если двигатель вышел в режим, например. Снизу топливная аппаратура, здесь так перевернул немножко, как раз должен стоять топливным насосом вниз. Внутри много различных регулировочных клапанов. Вот можно видеть. Я надеюсь, что этот узел хорошо настроен. Прежде чем начать его подключать, я естественно скачал чертеж, схему подключения и различную другую документацию, чтобы поближе ознакомиться с газотурбинным агрегатом и, например, разобраться, что вот это за штуковина. А это как раз таки и есть штуцер подвода воздуха. Нужно будет ещё как-то приколхозить какие-то шланги, какие-то трубопроводы. Это сбросной клапан, как я понимаю. Если ничего не идёт на раскрутку с рабочего отверстия, то воздух сбрасывается через этот клапан. Шланг подвода топлива. Подающий насос у меня уже есть. Помните, я делал синюю бочку? Вот как раз таки с неё можно будет сюда подавать под напором. От 0,5 до 1 атмосферы. Смотровое окошко в баке масляном имеется, заливная горловина, различные соленоиды, клемма подключения, датчик давления масла и, как всегда, всё оплетено трубопроводами. В общем, нравится он мне, ребята. Нравится тем, что всё есть, даже масляный бак. Всё, можно потихонечку начинать его подключать. Произошла одна небольшая неприятность у меня. Часть файлов куда-то пропала. Там я разбирал вот такие мозги для двигателя. То есть это автоматическая панель запуска. Но на АИ-9 используется другая панель. Это именно для самого движка. Поэтому, так как я уже там всё подключил, друзья, разберу вот эту, точнее сниму крышку. Потому что хочется показать вам, что там внутри. Всё-таки мы не каждый день мозги от авиационного двигателя рассматриваем. Думаю, будет интересно. Лихо, конечно, здесь всё откручивается. Итак, посмотрим. В общем-то такие же точно мозги были и на самом ВСУ. К сожалению, ничего мы там не увидим. Всё самое интересное внутри. Но зато можем увидеть, как устроено. Видите, для большей надежности залито силиконом. Вот это вот всё внутри заполнено силиконом. Все выходы проводов. Здесь у нас несколько реле установлено. Вот это более-менее силовое реле. Это не знаю, что всё залито. Ну а внутри собственно запаяна автоматизация. Там моторчик вращает кулачки, которые нажимают на микрики. И эти микрики с определенным запрограммированным алгоритмом подключают то подачу на стартер, то подачу на искру, на соленоид и так далее. Заранее запрограммированным алгоритмом. Ох, что-то как-то быстро дело пошло. Ну а по-другому и не может быть. Потому что смотрите, какая схема. Пока я в ней разобрался, ушел примерно целый день. Потом я начал всё это дело подключать и сами понимаете, если на полпути бросить, то всё забудется, что где было и придется опять потом изучать целый день эту схему. Поэтому такие вещи лучше сразу проанализировать и сразу сделать всю электрику. Вот этот ящик я собрал самостоятельно. То есть здесь ничего не было. Теперь у нас два мощных контактора. Один на 200 ампер, другой на 400. 200 амперный подключает всего лишь резистор. Выполнено как на бэхе, если кто помнит. Система примерно такая же. Это нужно для того, чтобы было безударное, во-первых, в электрическом смысле, а во-вторых, в механическом. Включение стартера. То есть сначала через резистор контактором подключается 200 амперным, а потом уже замыкается мощным реле и идет полноценная мощнейшая раскрутка. Вот этим стартером до 20 тысяч оборотов раскручивается рабочий ротор этого ВСУ. Также тут у нас по схеме есть еще некое реле и я его сюда тоже в эту корпус установил. Уже все подключил и уже я вам больше скажу. Оно уже фактически работает. Не подключена лишь силовая схема. То есть нужно кинуть пару проводов мощных. Один сразу на аккумулятор идет на минус, а второй идет как раз таки через наш вот этот блок. Сюда он заходит, сюда выходит и все. Автоматика должна работать. Соединил гляньте на какие шины. У меня они были в наличии. Вот здесь хранятся в спецкоробочке всякие разные медные мощные шины. Ну и я их решил использовать. Вот это все авиационная с разобранного. Вообще-то это с вертолетного движка от ми 2 гтд 350 многострадального нашего. Но вот он все-таки продолжает нам служить. Вера и правда с него собираю новые агрегаты и мы уже фактически довольно таки близки к запуску. А когда мы запустим вот этот, мы начнем уже двигаться к запуску огромного двигателя. Вот такое рабочее место. Здесь паяльник мой любимый. Правда что-то плохо он запускается в последнее время как-то через раз. Здесь я храню всякие разобранные коннекторы. Это посеребренные разъемы авиационные. Здесь у меня был полноценный. А с этой стороны пришлось чисто на коннекторах подсоединять. Ничего, они держат хорошо. Всё будет в порядке. С этой стороны термоусадки. Тут вы уже видели, шины они больше пока что не нужны. А здесь блок питания для проверки. Переключается вот таким тройным трехпозиционным выключателем. Значит в середине у нас холодная прокрутка. Это когда не подключаются ни насосы, ни искра, ничего кроме стартера. Далее у нас есть еще ложный запуск. Вот в эту сторону включается. При ложном запуске у нас не подключается лишь искра. То есть не зажигается топливо. А форсунки всё-всё это начинает работать. Ну и собственно пусковой режим, когда у нас всё подключается. Он хавает больше всего тока. И вот этот мой 5 амперный блок питания фактически не справляется. Потому что модуль зажигания искровой потребляет достаточно большую мощность и тока не хватает. Есть две кнопочки. Вот эта пусковая и надо еще организовать кнопку останова. Что-то у меня не хватило. Когда я нажму кнопку, внутри начнет крутиться программный механизм в этой коробке. Вот, который последовательно начнет замыкать все реле. Здесь находящиеся. Потом на самом движке соленоиды начнет подключать. Я поставил режим, чтобы всё сработало кроме искры. Потому что на искру надо подключать немножко... Хотя нет, ребята, я сейчас подключу мощный аккумулятор, потому что не хватает блока питания и мы с искрой проверим. Такого аккумулятора должно хватить для всего. Поставил в режим запуска. Всё, теперь будет даже искра срабатывать. Итак, нажимаю на кнопку и слушаем, как всё включается. О, искра пошла, силовые реле. Шумит искра. Ещё что-то включилось, либо отключилось. Опять что-то зашумело. Всё, цикл запуска завершён. Примерно 20 секунд он вроде бы как по мануалу должен длиться. Видите, одновременно срабатывает мощное реле, искра. Всё должно поджигаться и работать. Осталось лишь добавить силовую и организовать всё это дело в красивый корпус. Ну что ж, ребята, на этом видео всё. Прекрасно вроде бы всё работает. Буду двигаться дальше, буду подготавливать его к старту. Возможно в следующем видеоролике уже немного подожжем его. Кому было интересно и самое главное полезно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч.